Сериал «Школа» в главных ролях Лиз Фабрис, Нора Фабрис, Джессика Фабрис, Адам Фабрис, Оливия Браун, Джозефина Браун, Майкл Браун и другие. Сегодня уже первое сентября. Да, да, форель пять килограммов. Какая килька? Вы что там, все оглохли что ли? Доброе утро, сестричка. О боже, Джессика, это ты? Как же ты меня напугала. Доброе утро, сестренка. Мам, а ты ничего не забыла? А что такое, детка? А вот что, мамочка, ты только о своем ресторане и думаешь. Он у тебя всегда на первом месте. А обо мне ты подумала? Ты зря так говоришь, детка. Я всегда думаю о вас. Вы же самое главное в моей жизни. Что-то не похоже, мамочка. Я и без того наверняка самая низкая в классе буду. А ты еще и допустила, чтобы я без букета цветов шла? Ты что хочешь, чтобы я позорилась по всем пунктам? Мам, чтобы меня учитель внесла в черный список? Да, мам, ты этого добиваешься? Так, Адам, бери телефон. Быстро звони в службу доставки цветов. Ты что, дорогая, знаешь хоть который час и какое сегодня число? У курьеров ведь тоже есть дети, которые пошли в школу. Придется мне теперь нарушать. Ах, дорогой же нам букетик обойдется. Ну, жди письма счастья. Надо будет забить в интернете, какой сейчас штраф за превышение скорости. Вау! Вот это магазин! Да, дорогая, гугл поиск никогда не подводит. Да, какой же тут все-таки большой выбор. Согласись, милая? Солнышко, а тебе не нравится вот этот влопокий трос? Нет, мамочка. Я уже сделала свой выбор. А-а-а-а! Без этого букета я отсюда не уйду. Доченька, но ведь он стоит в два раза дороже, чем любой другой букет красивейших роз. Мама, но я же не виновата, что ты любишь розы. Мне они совершенно не нравятся. Дорогая, Нора права. Она сделала выбор, как взрослый человек. Да, милый. Пожалуй, так и есть. Наша дочь уже взрослая. В конце концов, это ее первое сентября, ее праздник. Ну все, теперь в школу. Дорогая, Нора права. Пожалуйста, всех заходите по очереди. Не толкайтесь, пожалуйста. И кладите все свои цветы на вон тот рабочий стол. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас что, новый классный руководитель? Интересно, а что со старой случилось? Надеюсь, она ничего не скажет про то, что мы один букет на двоих принесли. Но мы же близнецы с тобой, по идее, не должна. Здрасте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, девочки! Ух, как много букетов уже положили! А, это да! Здравствуйте! Проходите побыстрее, пожалуйста. Пораньше начнем, пораньше закончим, я думаю. Здравствуйте! Здравствуйте! Даааа, Мой горшок с розами, пожалуй, самый красивый здесь. Эа, сты, здра- здравствуйте! Это восьмой А-класс! Но, может, ты все-таки изначальной школы? Ты случайно ничего не путаешь? Ты уверена, что ищешь восьмой класс? Да, восьмой А. Ну, в таком случае проходи, клади букет на вон тот рабочий стол и выбирай себе любое свободное место. Ха-ха-хорошо. А-а-а-а! Ничего страшного, ничего страшного. Ты новенькая, да? Да-а-а! Дети, внимание, пожалуйста. У нас в классе появилась новенькая. Ха-ха-ха-ха! Мы и так уже заметили. Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, о себе. Ну, я Нора Фабрис. Приехала к вам из города Бестимол, а раньше училась в школе номер 309. Хорошо, спасибо большое. Присаживайся. Не забывайте, что вы самые старшие на данный момент в нашей школе. Не забывайте, пожалуйста, про музеи, парки, усадьбы. Пропуск разрешается только по уважительной причине. А-а-а, если я уезжаю каждые к-к-каникулы? А кто тебе сказал, что это на каникулах, милочка? Музеи, парки, усадьбы только после уроков. Как после уроков? После уроков у меня вообще-то дополнительное занятие. Мы вообще-то уже никакие после уроков. Для меня стресс рано проснуться и доехать до школы. Вы себе не представляете, сколько усилий это для меня стоит. И не забывайте про участие в олимпиадах. Все, как в прошлом году. Вы ходите на портал госуслуг, а там уже разберетесь. Ну, что я вас буду учить? Вы больше меня знаете. Я сама, как-никак, а новенькая в вашей школе. В любом случае, вы должны знать больше, чем я. И вообще, вы должны мне подсказывать. Напоминаю или кому-то говорю впервые. Для тех, кто уже забыл или отсутствовал на знакомстве с классными руководителями, меня зовут Оливия Браун. И я буду преподавать два важных урока в вашей жизни. Это русский язык и литература. Мамочка, что такое, солнышко? Ты чего сегодня такая грустная? Ах, да нет, нет, ничего особенного. Просто про твоего папу вспомнила. А когда он уже к нам вернется? Возможно, что никогда. Я так устала от этих страшных мыслей. Сегодня вот хоть немножко от них отвлеклась в школе. Дети лечат душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова